Теперь все остальное это лирика, потому что на льду чемпионы Европы, на льду Виктория Синицына и Никита Кацалапов фигуристы, которые находятся на лидирующей позиции по итогам первого дня соревнований и которые завершают в принципе соревновательную программу чемпионата мира. КОНЕЦ 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 Как будто они вернули нас на... Нет, не вернули нас на Землю, наоборот, подняли нас на другую планету. Планета, где совершенство красоты, где душа замирает, где каждое слово о любви. Браво, 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 браво. И у меня нет никаких сомнений, что сейчас перед вами выступали чемпионы мира. Чемпионы мира, 12 лет, мы не выигрывали чемпионат мира. В прошлом году ребята выиграли чемпионат Европы и должен был быть чемпионат мира. Уже начали обыгрывать французов, чемпионат мира не случилось. Да, французский дуэт не приехал сейчас на чемпионат мира. И в следующем году будет очень серьезная борьба. Очень серьезная борьба. Но мы стали чемпионами мира. И стали по праву. Браво, Александр Жулина. Сколько Саша проделал гигантской работы. Через тернии шли ребята. И продолжают идти. Потому что, еще раз скажем, главный старт в следующем сезоне Олимпиады. Но они стали чемпионами мира. В прошлом году были серебряными призерами чемпионата мира. В этом году. Ну, вообще, я так уже говорю, стали. Давайте оценок дождемся. Но мне кажется, что здесь вопросов... Я бы подождал, да, Илья. Но дело в том, что я, во-первых, вижу табло. Во-вторых, я знаю, какое было преимущество. И поэтому даже не прерываю. Потому что это было настолько точно. Посмотрите. Посмотрите на их лица. Вот здесь не надо ничего объяснять. Здесь есть дыхание. Здесь есть стремление. Здесь есть полет. Здесь есть страсть. Это выступление ни с кем нельзя перепутать. Это чемпионское выступление от Вики и Никиты. Ну, класс. Сложный сезон тоже был. Сложный сезон. И сложно входили в него ребята. И сколько болезней было. Вика очень долго восстанавливалась. И из-за этого пропускали многие важные старты в течение этого сезона. Выступили буквально на нескольких всего лишь турнирах. Но, тем не менее, к чемпионату мира подошли в той блестящей форме, которая позволяет им порадовать сейчас своих тренеров. Александра Жулина, Петра Дурнина, оставшегося в Москве хореографа Сергея Петухова. Да, да. Всем низкий поклон. Всех поздравляю. И, ну, прям вот хочется улыбаться, хочется кричать. Ребят, у нас из четырех три золота у нашей страны. Три золота. Впервые за восемь лет парники вернули себе золото. Парное катание. Впервые исторический пьедестал. Три девочки. Вообще за всю историю фигурного катания Советского Союза России. Три девушки наши стоят на пьедестале. И вот сейчас снова возвращаемся к золоту. Двенадцать лет назад мы выигрывали чемпионат мира. Это были Оксана Домнина и Максим Шабалин. Две тысячи девятый год. Никита, открой глаза. Вот они оценки. Перед вами чемпионы мира. Чемпионы мира Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Уникальный какой-то чемпионат. Фантастический счастливый Стокгольм. Счастливые спортсмены. Счастливые тренеры. Счастливые зрители по всей стране. Все, кто переживает за наших фигуристов. Это же счастье. И выиграли. И никаких вопросов. Нет никаких историй. Вот танцы субъективно. Какая субъективность чемпиона мира. Хотя, все-таки я считаю, что Александр Степанов и Иван Букин тоже должны были быть выше сегодня. Но порадуемся нашему золоту. Поздравим ребят. И действительно, завтра вечером...